Всем привет, друзья! В этом видео мы напишем бит на вокал, созданный искусственным интеллектом. И в ходе видео я покажу, как прописать мелодию на вокал, как прописать бас в тон, чтобы всё это вообще гармонично звучало. Ну и послушаем, как известный исполнитель будет звучать на моём бите. Всё, не будем медлить, не забывайте подписываться на канал и погнали к видео. Так, сайт называется uberduck.ai. Здесь мы будем генерировать вокал нашего рэпера. Тут на самом деле немного рэперов, давайте выберем Juice WRLD версию singing, то есть поющий. Потому что мне нравится, когда рэперы вот так немножко поют в своих партиях. И по-моему, Juice WRLD в этом плане был самый сильный. Так, я написал абсолютно рандомные лириксы. Всё, и нажимаем кнопку синтезайз. Итак, послушаем, что он нам сгенерировал. Конечно, слышно некоторые артефакты, но это вообще нам не помешает. Очень круто, что он ещё рисует именно какую-то мелодическую партию этим вокалом. Класс, скачиваем. И переносим в FL Studio. И здесь нам нужно первично его подогнать по BPM. То есть, можно вот здесь настукать. Я очень часто этим пользуюсь в таких ситуациях. Всё, допустим, будет где-то 115, неважно. И теперь подгоняем его. Можно, например, вот сюда сдвинуть. Сделаем чуть меньше и подгоняем вот эти вот акценты под метроном. Я об этом рассказывал в ролике про сэмплирование. И как слышите, вот до этого момента он совпадает. А с этого момента уже она не попадает. Поэтому мы делаем надрез. И будем эту часть сейчас двигать. Здесь он слишком резко начинается, поэтому можно её вот так отрезать. И подставить по сетке. А сюда мы вставим, к примеру, какой-нибудь airbag. Вот, например, вот этот. Немножко не попадает по нотам, но это мы исправим позже. Вырежем вот эту часть, сделаем её уникальной. И немножко подсузим вот таким образом. Всё, отлично. И восстанавливаем питч. И, кстати, имеет смысл на всей дорожке выставить стрэнч после того, как мы выставили BPM. Теперь после того, как мы нарезали, можно заниматься тюном. Закинем его на канал микшера. Некоторые отрывки мы делали уникальные, чтобы никого не пропустить. Просто можно выбрать вот здесь аудио. И всё закинуть на первый канал. И теперь мы накидываем автотюн. В скейле сразу выбираем минор. И теперь будем классить вот по этим нотам. То есть перебирать все тональности и слушать, в какой тональности лучше звучит вокал. Меньше вот этих вот искажений. Сейчас покажу. Вот такого не должно быть. К примеру, давайте попробуем какую-нибудь другую тональность. Вот, уже лучше на C миноре. C миноре и V миноре примерно одинаково звучит. В общем, я выберу F, потому что она повыше. И бас мне больше нравится, когда высоко звучит. Это уже немножко вперёд забегая. Всё. И теперь я немножко обработаю эту акапеллу. То есть эквалайзером, компрессором. Это вам делать, конечно, не обязательно. Это уже больше относится к сведению. Просто я хочу, чтобы акапелла звучала как бы чуть покачественнее. И вместе с битом она будет лучше звучать в итоге. Итак, я ещё немножко повозился с вокалом. И давайте его послушаем уже сразу с обработками. Я ставлю эту цепь обработки вокала. Если вдруг у вас есть все эти плагины, вы сможете просто загрузить пресет. И, возможно, он будет работать на какой-то другой акапелле. И также я сделал схожую версию обработок на стандартных плагинах FL Studio. Её тоже прикреплю в посте, в группе ВКонтакте. Качество само собой похуже, но тоже результат неплохой получился. Всё, и теперь давайте все эти вокалы экспортируем. И будем писать на них бит. Итак, загрузили наш вокал в новый проект. Сразу же поставляем его по BPM. И теперь выставляем stretch. И можно немножко повысить BPM, потому что 113 это довольно мало. Ну всё, так повеселее. Теперь я размещу новый паттерн под акапеллой зациклим этот момент. И уже можно прописывать. Я хочу взять такую электрогитару, немножко перегруженную. Окей, пока оставим этот пресет для наглядности. Итак, как прописать мелодию под вокал? Как мы помним, в автотюне мы выставляли тональность F минор. Давайте попробуем в этом направлении двигаться. Итак, я советую вам начинать мелодию с басовых нот. И именно слушать, как вокал под них звучит. Так, звучит вроде хорошо. И начинаем спускаться, допустим, вот сюда. Да, звучит хорошо. И давайте, к примеру, попробуем вот сюда спуститься. Немножко с такой грустью, отлично. И C-Sharp тоже нормально звучит. C уже не очень хорошо. Итак, я размещу эту басовую ноту на C-Sharp. И дальше сделаю вот такой подъем. Это очень классная прогрессия. Она довольно банальна. Но звучит очень классно, и почему бы и нет. Так, еще очень важная деталь, о которой я хочу рассказать. Если у вас вокал в целом попадает, вот в ваши басовые ноты, которые вы поставили, но какая-то маленькая нотка в вокале не подходит, вы просто берете, условно делаете вот такой надрез этой ноты, делаете ее уникальной и пичите вниз на один полутон, или же вверх на один полутон. Больше не следует, потому что очень сильно качество будет портиться. Вообще желательно эти действия проводить еще на этапе тюна вокала, то есть изначально разместить басовые ноты и делать это все в одном проекте. Все, и когда у нас готовы базовые ноты, дальше мы можем писать абсолютно что угодно. У нас уже есть вся информация. Можем дописать, например, аккорды. Можно их как-то разнообразить. Добавить каких-то еще нот. Вот и все, мелодия готова. Когда вы строите первично вот эту мелодию, самую главную, представляйте, что вокал это определенная верхняя мелодия, состоящая из нот. Но она так и есть. Вам нужно как бы просто воссоздать, какие аккорды были под этой мелодией. Как видите, делается это очень легко, тем более автотюн вам в помощь. Там показывает, какая конкретно нота играет в этом вокале. Также на вокал вы можете... Ой, давайте я вам, кстати, покажу. На вокал вы можете накинуть мелодайн. Это для новичков прям очень хороший способ, я думаю. Нажимаете вот здесь кнопку записи. И прогоняете вокал. Желательно записывать сухой вокал без дилеев, без ревера, чтобы мелодайн не путался. Как вы видите, вот они, походу, дилеи. Их можно, я думаю, не воспринимать. Можно вот здесь в углу выбрать тональность. F, минор. И как вы видите, вот они ноты основные. То есть это G, G-sharp и F в первом такте. И вот это вокал, а это наши базовые ноты. Вот в данном случае мелодайн довольно хорошо определил, если не считать все вот эти дилеи. Но опять-таки лучше сухой вокал записывать. Если вы не можете на слух определить, как хорошо звучит мелодия с вашими базовыми нотами, то вы можете просто под мелодайн построиться. Все, продолжаем прописывать нашу мелодию. Давайте найдем какой-нибудь яркий бэл. Также имеет смысл иногда слушать бит без вокала. Все, отлично. И теперь давайте добавим каких-нибудь вокал-чопов из аркейда. Вот так звучит диссонанс к сведению. Можно ее поднять или опустить на октаву, чтобы не мешало нашему главному вокалу. Все, теперь давайте пропишем драмку в новом паттерне. Буду пользоваться своим новым драм-китом, который вышел у меня в группе ВКонтакте. Вот загляните в группу, также там можно купить мои биты и сведения. Сразу добавим пробежек, возьмем вторую кисточку, одна четвертая. Добавим небольшого изменения во вторую половину и продублируем. Добавим. Добавим. сдвинем это вот сюда все накидываем soft cleaver на мастер и можно прописывать бас возьмем такой бас ник мир и так сделал такой небольшой набросок и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, такой вот офигенный припев получился. К слову, там на сайте две версии Juice WRLD. Можно еще выбрать версию рэппинга, еще застелить какие-нибудь куплеты. Просто сумасшедшие пространства для творчества. К тому же это очень классно прокачивать скилл и ваше умение именно продюсировать. Не просто вслепую биты делать, а вот именно под какую-то акапеллу. Это очень интересно и классно. Все, друзья, надеюсь вам этот ролик понравился. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Можете подписаться на мой инстаграм. И также для желающих меня поддержать, я добавлю ссылку на Donation Alerts. Не обязательно, само собой, кто хочет. Буду очень благодарен. Все, друзья, сейчас я сделаю аранжировку. Вы уже увидите итоговый результат. Всем удачи, до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok